но ты сразу покупал железо уже уровне прайд и так далее ты не стал там начинать там с дешевеньких каких-то там за полторы тысячи рублей не стал сразу а почему так скажи осап прайс поставил чем шум да то есть начало сапа потом начал делать шум да я начало флексить вообще очень конкретно это я понял свою ошибку но но потом она все шумите мне все больше больше нравилось и начали думать очень долго думали как кто все нарисовать и вот наконец придумали и начали совать идите вперед и все всегда получится деньги всегда будут и вас все сюда получится здорово всем ребята да привет уральскую пятерочку будем делать для вас нестандартные видео чтобы вам было очень интересно рассказывать про тачки сегодня рамиль у нас приехал в гости всем привет вот поэтому мы сейчас прокатимся послушаем в процессе движения его музыку в тачке как он это обычно делает какие-то чему-то удивимся покайфуем и так далее и потом уже более подробно расскажем вам о проекте погнали ну давай нагрузить чё чё-то кто так ездит сразу мы ездим и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это было какое время? Это был конец ноября, уже холодно было, да, уже минуса хорошие были... И вы подожгли саб, чтобы согреться, да? Да-да-да, мы подошли, динамики сожгли... Но нет, мы, как нормальные мужики русские, мы начали ставить это все в гараже, в холодном... Мы все замерзли, но мы поставили, потом проехали, кайфанули, блин, нам понравилось... Результатом были довольны, короче, да, то, что сделали... Слушай, круто, понял, сколько проездил с этим проектом? Проездил я с этим проектом почти год... И потом я уже купил новую машину, и сначала не хотел ничего ставить... Вот эту ты купил? Ее купил, она у тебя какого года? Это Octavia Liftback получается? Да, Octavia Liftback, седьмой год, у нее 2007 год... Мой год, купил я у дяди... После классики ты ее... После классики вжал... Сначала тебе было настолько классно на ней гонять, что ты особо за музыку вообще не брал... Да, тихо, спокойно, думаю, блин, прикольная иномарочка... Потом мне стало немножко скучно, то есть как-то ездить в тишину, ну, с тихими динамиками, да, надо что-то делать... Хотел в штатные места поставить какие-то шенадцатые динамики, ну, нет, это уже не то... Сначала воткнулся саб HP 15 от Meizu, да, от штата... Сразу взял Meza и я шпиху? Да-да-да. Ты знал, что такое проект и, в принципе, кайфовал от этого? Все поставил... На штатное питание все? На штатном питании все работало. Ну и за какие провода тачинул? Провода сразу был полтинник, то есть... То есть заранее ты понимал, что что-то соберешь? Ну, ноль. То есть штатный генератор, мофон какой был? Также был 500... Это 580... То есть у тебя он с классики перекачал? Да, то есть я с ним, мне он нравится, я с ним езжу. Ну, то есть голова была, первое, что мы сделали в Шкоде, шумку делал или нет? Да. Сразу? Ну, постепенно. Постепенно, то есть, а САП раньше поставил, чем шумку? Да. То есть сначала САП, а потом начал делать шумку? Да, ее начало флексить, вообще очень конкретно. Это я понял свою ошибку, но потом она все шумит, и мне все больше и больше нравилось. То есть я вот эту грань, как до шумки, после шумки, очень хорошо почувствовал, мне прям понравилось, да. То есть всем советую сразу сначала зашумить машину, а потом уже ставить сабвуферы, потому что, ну, подождать немножко с сабвуфером и сразу зашумить ее, потому что так будет лучше и качественно. Ну, просто, ребят, смысл-то в чем? Вот как бы Рамиль так пробовал, я так делал. То есть шумка, это реально очень важно. Если вы хотите получить хороший звук, громкий, насыщенный, да, и басуха, чтобы она оставалась в салоне, чтобы давала вам наслаждение в салоне, то шумка, это как бы немаловажный очень фактор, имейте это в виду просто, да? Да, это кайф, и получается, этот проект собирался, получается, с нового года, то есть в автокасте так уж. А помнишь, ты приходил-то, что-то долго сомневаться, те взять, не эти, что-то долго там. Это же у тебя даймонды стоят? Да, стоят даймонды, выбирались между Руби и даймонды, да, долго-долго мучился, выбирался, но все-таки я решил взять даймонды, так как мне посоветовали ребят с автокаста, и я вообще ни разу не пожалел, наоборот, только я очень рад, что стоят даймонды. Ты же сначала одну пару купил, потом еще одну, потом еще одну. Да, сначала, нет, я сначала забронировал одну пару, потом я позвонил, забронил в Екатеринбурге одну пару, то есть было две, и потом, хорошо, что нашли третью, подмутились ребята, да, нашли третью, и вот мне сразу три пары собрали и прислали. Я сначала приехал, выбирал и купил рупора, аж первые. Сразу их мы взяли. Да, то есть попало я все в скидку. Новогодние, да, управились в новогодние скидки, ребята, они скоро, кстати, начнутся, ну, я думаю, что все без изменений, это круто. Цены адекватные, и поэтому вообще офигенно купить со скидкой и кайфовать, да? Да, 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 это прям вообще кайфово, потому что скидка прям ощутимо чувствуется, если ты покупаешь, там, три пары динамиков. И потом начали уже лепиться подиумы, лепили мне ребята с Троицка, то есть слеплено все качественно. Это вот стекловолокно. Да, стекловолокно. Сколько обошлись такие подиумы? Нет, обошлись по дружески. Не, а если бы просто покупал? Если бы покупал, то рублей 10. 10, то есть, в принципе, это хорошая достойная цена за подиумы и стекловолокна, жесткая конструкция, надежная. Вот такие вот. Да, 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 вообще классно, мы на них прыгали, ну, им как бы... Ну, нет, сделаны вообще добротно, мне очень нравится. Доворотами все, как бы, немножко с акцентом на соревнованиях. Это круто, они вот так у них углы. Да, 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 то есть, ну, от этого реально есть толк. Находиться здесь комфортно, как штатка, все, ногой, пожалуйста, уперся, не вопрос, то есть, ничего нет, если даже хочешь там облокотиться, все офигенно. То есть, с ними сколько уже гоняешь с такими? Я уже с ними гоняю больше полугода. Больше полугода, да. Да, то есть, мне вообще нравится, я менять вообще не думаю, то есть, оставлять этот проект максимум буду меняться по САБУ, то есть, улучшаться вверх-вверх-вверх. То есть, Тэшка, например, да, там, потом С-ка, ну, в этом формате. Так, усилок, какое у тебя на это все дело? У меня усилок стоит 2100, Зевс, Зевс. То есть, мне нравится, я, у меня сначала стоял изначально и очень долго Зевс 2,500. В принципе... На три пары, так? Да, то есть, в принципе, как бы, если просто стушить, кататься там, охватает, то есть, не соревновательный режим, а так, более-менее охватает. То есть, как бы, ну, можно сказать, даже я советую, если дешево, сердито рассмотреть этот вариант. А потом уже появился 2000, и поставил сейчас вообще регулятор, у него вольтметр, температура, то есть, вообще, шик, блеск, вообще нравится. И температуру показываешь. Да-да-да, температура сейчас низкая у него. Офигеть, уж прикольно вообще. На данный момент по САБУ стоит сварка, ну, бюджетненько. QS3000? Да-да-да. 3000 стоит? Нет, QS1000 древний, динозавр. 1.1000, 3000, да, он называет, который 2.5 в 1 он выдает. Да-да-да. И 3.5 в 0.5. Ну, сварка, да. Да, мне, в принципе, пока что он устраивает, но меняться, конечно, он все равно будет. То есть, сейчас он разбираться полностью багажник, и сниматься с САБУ, короб, и сниматься сварка. То есть, будет она меняться. Ну, что хочешь сделать? Хочу поставить себе ультиматум 3.800. Корейский, да. А что не рассматриваешь, Аполло? Аполло рассматривал, но слишком дорого. То есть, выходит слишком дорого. То есть, я-то как работаю сам, мне никто не помогает, я машину обслуживаю сам, и автозвук собираю сам. Мы тебе поможем, все нормально, давай лучше ждать новогодние скидки и собрать по хорошей цене, взять вещь мы как бы, ну... Ну, можно сделать так, да? Посмотреть хотя бы, дождаться, потому что у нас Аполло 4 стоят, но они реально офигенные. Просто ультиматумы, они столько не выдают. САУ-усилки хорошие, но вот мы были с Пашей вот в Якате, там реально усилители, ну, их нужно дорабатывать. Меди очень мало. Там дядя Юра был, он с 13.800, с двух моста 12 только киловатт получил, с учетом всех-всех, знаешь, доработок и прочего. Вот, ребят, ну, пойдемте смотреть машину снаружи, под капоткой, в принципе, мы вам по фронту все объяснили, машину мы послушали, еще маленько послушаем. Посмотрите, ребят, что самое главное, вам расскажу, смотрите, просто вот, в чем вообще мой посыл, как бы, что вообще, автокастовый отрумиль приехал, он улыбается, он кайфует. И все ребята, кто вообще занимается автозвуком и занимается этим вместе с нами, они, в принципе, кайфуют. То есть мы всегда на позитиве, мы всегда, как сказать, даем положительный заряд и вот на него смотря, я вообще кайфую. Офигенно вообще, кайф. Так, 1,4 движок, да? Да, 1,4 движок, кислота под капотом, так как посоветовал ты, мне реально стало лучше. Да, стало лучше. И титанат у тебя там. Титанат. А у тебя раньше один титанат только был. Раньше один титанат. Без кислоты. Ништяк же? Чуть-чуть похуже было, но с кислотой получше. Получше все четко, питание нормально, прям, говорю, так же пользуюсь, поэтому. Багажник прокинут в полтинник, так же все прокинут через предохранители. Будет делаться все-таки дистрибьютор, то есть будет две протяжки идти, то есть уже помощнее будет. И тут есть место, смотри, а тут что было-то вообще? Я не знаю, тут как бы так и осталось. Может быть воздушный фильтр для 1,6 движков. А, ну может быть, прикольно. Тут вообще разгуляться можно под капотом, кайф, да? Окей, енек, он штатный, вместо штатный, выглядит штатно правильно. Да, то есть он штатный генератор, только он побольше. И это получается у тебя дубляж? Да, дубляж генератора, полтинник, КГшка, этот, ГОСК. Что-то такое, как будто резины нету, смотри, там ничего не замкнет, потом это как будто резину ножом срезали. Нет, это нормально. Да, это все отлично, это все под капотом, стандарт, классно вообще. Сделано все четко, ребят, надежно. Вот когда надежно делаешь, ты кайфуешь. Тут тоже предохранитель, но это штатный. То есть уже тут под автозвук сюда тосят. То есть ребята тоже, как бы, ну, где-то взяли. Прикольно, это вообще как будто сделано. То есть все удобно. Все, пойдемте, саба воззвенос смотреть. Ребята, вот кто хочет, типа, полуседан, полу хэтчбэк, вот вам, лифт в бэк, это вообще бомба, играет, капец, все слышно, все кайфово. Вот расскажи про придумку данного оформления. Думали все долго. То есть был один саб хп, и тут мне друг предложил, надо типа второй саб хп, и говорю, давай, я заберу. Я забрал сабы. А мезо ты продал, получается? Мезо я продал, и взял у друга так же сварку. То есть думаю, пока покатаюсь на ней. Собрал, и начали, взял у друга короб по две пятнахи. Мне понравилось, думаю, прикольно, ветер, хейт-реки, все классно. Думаю, прикольно, начали, давай, говорю, запилим свой. Я хочу именно, говорю, трубой сюда. Мы заказали расчет, напилили все, то есть съездили, все напилили нам. И начали собирать. Собирали все добротно, с герметиком, все как положено. Вы сами все собрали? Все собирали. То есть вы просто по расчету запилили, а собрали все сами? Вам распилили, а сама сборка происходила от вас? Это вы тоже болты придумали, трубу прикрутить, да, все? Ну, прикольно. Трубу, ну, заказали трубу, нам приставили трубу, и все, мы начали собирать. Мы его собрали, и он как бы, как фанера ездил. То есть я ездил, слушал, мне кайфово было. Без оформления? Без оформления, мне нравилось. Кстати, мне кажется, я видел у тебя его. Да-да-да, просто короб. Просто короб из фанеры. Да-да-да, думаю, пристрелочный. Потом начал ездить, ездить, мне больше, больше это все нравилось, мне больше это вкатывало. И думаю, надо бы уже что-то придумать. Думаю, просто покрасить будет, ну, скучно. Думаю, откроешь багажник, ну, две пятнахи, ладно. Думаю, давай запилим что-нибудь интересное с другом. Мы начали думать, очень долго думали, как, что все нарисовать. И вот, наконец, придумали, и начали рисовать. Рисовано все как гуашью. То есть, ну... Сами рисовали? Да. Сами рисовали. Сами рисовали. По стандарту. Помогал мне мой друг Ренат, ему тоже привет. Ренат, привет тебе. Капитан Америка и Айронмен, да? Железночек. Круто. По фильму у них были, ну, немножко разногласия. И поэтому мы вот так вот их нарисовали. И поэтому вот такой короб здесь, как бы, типа, что-то космоса пытались сделать. Ну, конечно, получилось. Не, на самом деле интересно. Вот написано, это получается, как они, Avengers? Да, это Мстители. Мстители, да, считай. Они герои Мстителей. И прикольно. Выглядит, как будто это реально классно сделано. По-честному, я вот такое мнение у меня вообще. Мне нравится. И прикол, смотрите, Левсбека, ребят, две пятнахи. Короб там литров на 200, наверное, да? Да, и еще можно сумку поставить. Куда-то поехать спокойно. Вот это класс. Слушай, я, наверное, к Левсбеку присмотрюсь. Я не знаю, почему. Я смотрел там разные эти. Багажник шумленый. В принципе, да, четверка. И оформление, ребят, смотрите, как клево. То есть мы многие видели, где-то картинку не видно, где-то на с другой стороны. Круто. И труба сюда. И оформление офигенно вообще. Ты прям красавчик, да? Пять вообще. Я прям в восторге от проекта. Очень все здорово. По питанию. Сейчас вам Павел покажет, но как мы... Она не откинется. Да, вот тут даже специально сделано на толарепах. Ну, для стиля. Отлично тогда. А это откидывает? Да, откидывает. То есть сейчас мы сейчас откинем этот. Давай откинем, посмотрим. Ну, судя по тому, как все под капотом сделано. И здесь мы просто посмотрим усилки. Вот. Как все на них приведено. Заметьте, ребята делали сами. То есть, сами можно сделать очень-очень хорошо. Вот смотрите, что у нас здесь. Дистер самодельный в стиле Мстители, да? Айронмен свой кусочек железки дал, да? Соответственно. Ну, тут как бы самодельно можно доработать. Да, конечно. Это было быстро сделано для соревнований. С учетом того, что мы видели сейчас, это надо доделать. Будет еще круче. Все. Приведется все круто. А так тут змеиная свадьба. Все уходит. Зевса. Змеиная, как бы. Ну, поэтому, потому что готовились быстро к соревнованиям. Потому что очень сильно хотели поехать. Я так понял, ты кучу протяжек сделал, да? С каждого динамика. А там их между собой соединяло. Для каждого динамика я вывел 2,5 квадрата. Я понял. Ну, вообще, по факту, можно, по идее, сделать одним хорошим проводом 2х6. И это будет, блин, круче намного. Полтинник классный приходит. Вообще, причем, двойка приходит. Так, это что у нас? Это 35-ка. Это Урал-Булава. Не медь, это алюминий. У нас алюминий, но сделать медь будет еще лучше, да? Все, и QS получается. Тут тоже ремнику. Ну, есть, короче, куда стремиться. Да, конечно, ты даже не останавливаешься. И получается, вы провода завели чисто. Их без всяких соединений, да? Без всяких, чисто. Завели загерметили там все. Да, напрямую загерметили и все. То есть, все сделано хорошо. Фоточки приложим, все. Титаната. Ну, кайф, кайф. Он там внутри, внизу где? Внизу в запаске. То есть, даже хотели запаску убирать, но он влез прямо внутрь запаски. Ребят, ну что? Давай закрывай, потому что мы сейчас все зайдем, потому что холодно, да? На улице-то тусоваться, блин. Не всем так-то приятно прям всем. Ну, хотя погода, ребят, из ништяк. У нас золотая осень. В Челябинске, вообще в России, на Урале. Так что пригоняйте к нам в гости, мы с удовольствием вам покажем, как делается здесь, на Урале. Вот это получается, какая настройка вообще? Настройка у него идет пик на 31. То есть, у него хорошая полка. То есть, может... Высокий спокойно будет. И не зато. Вот ХТГ-ХР3 пускаешь спокойно низами, да? И высокий. Вот сейчас был какой-то, мне кажется, трек 35-36. Нет, был трек где 33. Трек, ну что-то да, так он вроде придают грубовато. Да, давай чем пониже есть? Да, есть пониже. Давайте что-нибудь пониже послушаем. Там именно, почему, объясню. Знаешь, как я чувствую? Я расскажу, как я чувствую. Низы, это, короче, ты как будто где-то в полете. Да, да, да. Тебе прям... Состояние полета, да. То есть, если закрываешь глаза, то есть, ты чувствуешь реально, как будто ты летишь, блин. Это прикольно. Мне тоже это очень сильно нравится, да. Прям, не за, это мое. На самом деле, кому-то верха нравится, кому-то нравится... Нет, кому-то нравится, что прибивает, да. Но тут как бы дискомфорт испытываешь, капец. То есть, кому-то нравится это, но вот тут по состоянию. Ездил на бывом коробе не очень. Ну да, который именно на высокой настройке показывает хороший рез, то есть, при больших частотах. Ну, если не разбираетесь, пишите, мы вам объясним. Да, правильно. Ну, сколько. А этот, ээээээ, потом прошумил ты все? Да, все прошуну. Двери шумленые, багажник шумленый. В дальнейшем сейчас будет шумиться крыша, полностью зашиваться двери 2 передней шумли на двери задней не шумил еще то есть бюджет пока потихоньку да потихоньку да я понимаю куда иду и стремительно маленькими шажками но вперед ребята смотрите расскажу как для себя куэса трехтысячного с нормальным питанием и две шпихи пушка реально пушка к мне тоже очень нравится достаточно кайфа на вольте ки было 13 4 но это для кольца вообще вполне достойно то есть он не будет никак себя плохо чувствовать единственное если еще регуль с лампочкой клипа взять да то было бы неплохо до чтобы понимать клип включен на нем клип включен то есть он за клип принципе чуть-чуть выходит нанесен а я понял ну ниже лампочки эти не лампочки кнопки там есть то есть ты включила если он клипует он не будет да у него не он убавляет сам все автоматически круто это крутое крутое решение в усилках до старых клип лимит называется прикольно но старую силуку но прикольно но во многих это есть включить выключить принудительно в новых усилителях такое бывает ну вот вы поняли о чем ну чё ребят занимайтесь музыкой получайте удовольствие вот будьте позитивными добрыми и отзывчивыми людьми и принципе это круто музыка поэтому расскажи чем ты ребятам кто вообще начинает я вижу как ты заряжен чтобы сделать ребят я вам советую заниматься я не советую вам больше смотреть на бюджет идите вперед и все всегда получится деньги всегда будут и вас все всегда получится выбирайте только самое нормальное железо которое именно вам нравится слушайте проверяйте улучшайтесь и на соревнованиях показывать самые топовые результаты у вас все всегда получится уральскую пятюню вам и всем спасибо что вас смотрите для слушайте хороший посыл то есть я сейчас подумал о том что действительно кто-то говорит денег нет деньги будут если у вас будет желание что-то собрать поэтому давай от ударами железку пятерочку до встречи в магазинах автокаста пока пока